Добрый день, действительно, это программа Урбан. Мы будем ставить отбивку, да? Ну, давайте, прямо сейчас. Как сделать наш город лучше? Слушайте Урбан. Программу о городских проектах. Каждые две недели по средам в 11.06. Сделаем наш город лучше вместе с системой «Глобус». Добрый день еще раз. В студии находятся Максим Ситников и Светлана Занько. В гостях у нас авторы проекта «Архитектурные излишества» Павел Гнилорыбов и Алексей Солнышков. Здравствуйте еще раз. У нас еще целый список вопросов для вас, ребята. Максим подготовил, ты и начинай. В принципе, в перерыве мы вам показали проекты, которые сейчас будут рассматриваться для реконструкции театральной площади. Сейчас вы увидели проект «Победитель». Хотелось бы, вот первую вашу реакцию, вы видели, как выглядит сейчас театральная площадь, и что предлагается, и что там сейчас не хватает, и какую-то критику от вас хотелось бы услышать. Или одобрение. Или одобрение, если таково есть. Одобрение – это, знаете, в других консультативных органах. Получилась типичная постсоветская площадь, которая просто обновлена, и в которую, очевидно, вбухают довольно большое количество денег. Начнем с того, что эта площадь носит только одну функцию, открыточную. То есть ее, даже вот на рендерах, на изображениях, главная функция – это не иметь людей, не иметь пешеходов. То есть это не для людей, это для… Это для того, чтобы чиновники на посредний этаж администрации поднялись. Ой, какая красота, ой, как здорово. Это, понимаете, от брежневских проектов ничем не отличается, разве что цветом плитки, вот этими несколькими квадратиками, почему их столько разного мощения. В целом ужасно, ужасно и еще раз ужасно. Это не площадь губернского, областного, очень красивого, очень классного города в 2019 году. Ну, сразу она не служит ни одной категории населения, ни детям, ни пожилым гражданам, ни молодежи. Что должно появиться? Что должно появиться? Ну, смотрите, это, естественно, площадь, куда приходит, наверное, любой человек, который в Кирове в первый раз. Здесь, ну, во-первых, нужен, наверное, какой-нибудь маленький киоск информационно-туристского центра, либо его отделение, потому что они у нас очень часто расположены в местах очень неудобных. Он должен выпить кофе, он должен получить бесплатную карту города, он должен получить нормальные советы, а не в стиле, ой, знаете, я там была последний раз 20 лет назад, слышим мы от работника туризма. Вообще, первое, что нужно сделать с этой площадью, это убрать памятник Ленину. Мне очень нравится проект замечательного активиста Кировского, который предлагал его закапывать на... Опускать. Опускать, да, на несколько сантиметров или десятков сантиметров в год. Это, с одной стороны, не травматично, так как люди понимают, что одна историческая эпоха уходит, другая приходит. С другой стороны, это довольно эффектно, и если у нас наступит новая Москва 2042, Ленина можно будет поднять опять. Я бы на этом месте сделал музей утраченной Вятки, ну вот отлично, мое мнение, повторюсь, под открытым небом. Что это такое? Ну, Вятка потеряла в 20 веке огромное количество архитектурных памятников. Я обожаю Витберга, буду о нём писать книжку, и для меня Александроневский собор – это личная трагедия. Это собор, который прекрасно совместил готические и формирующиеся русские формы. Вот как во многих городах Европы то, что мы никогда уже не восстановим, мы вряд ли восстановим, потому что на этих местах торговый центр Крым, что-то ещё, филармония областная. Чтобы человек прошёл, увидел это всё в макетах и понял, что это трагедия. Понял, что это разрушили мы сами, не немецкие авиабомбы, не кто-то там ещё. Вместо Ленина, следуя традициям современного искусства, можно каждый год ставить памятник какому-то очередному герою вятской истории, выполненный из бросовых материалов, недорогой памятник. Ведь у нас же сейчас… Из каких это материалов? Да хотя бы из силумина или 3D-печать. Это стоит вообще сущие копейки. Например, в 2019 году пусть это будет памятник Чарушину, в 2020 пусть это будет памятник Ушкуйнику, в 2022 году пусть это будет памятник Вахрушеву. Павел, а не кажется вам, что это всё-таки вопрос дискуссионный, потому что это кировчане должны выбирать, какие памятники должны появляться и кому? Я предлагаю просто своё мнение. Да, я естественно… Или пусть это будет памятник, например, генералу Пепеляеву, прекрасному лидеру Белого движения, который не дошёл до вятки. Взял глазов, но вятку не увидел. И если у нас есть памятник Дзержинскому и висит доска Сталину, который сюда приезжал расследовать как раз эту катастрофу, почему памятника Пепеляеву не может быть? Ну, вообще можно много концепций предложить. Меня поразила, например, концепция Кировского метро. То есть несколько схем реально есть в интернете, лежат, их обсуждают транспортные фанаты, как лучше добраться от чистых прудов до центра. И вот на как раз вот это большое модернистское пространство в центре, между планирующимся сквером, фонтаном и администрацией, можно нанести карту Кировского метро. Это будет памятник мечте. Это будет памятник несостоявшемуся. То есть какие-то креативные такие вещи должны заполнять пространство? Да, креативные решения плюс действительно малые формы, которые служат людям, а не бронзе, а не времени. Вот я 300 метров бегу, мне хочется действительно согреться. Я хочу опрокинуть полтинничек чаечка. Ну, хочется сделать. И вот на этой площади это сделать невозможно по текущему проекту. Ну, дело в том, что ничего оригинального я, наверное, не скажу, но такие большие пространства необходимы определенные. Самое удачное решение – это зонирование. И действительно нужно, чтобы туда люди именно шли, да, то есть там проводили время. А не пробегали их. Да, как сейчас на самом деле происходит, чтобы они там оставались, да, а не просто пришли, сфотографировали и ушли. То есть это опять же значит, что определенный там фудкорт устроить, да, чтобы туда люди приходили. Какое-то именно благоустройство, возможно, какое-то мобильное. То есть даже озеленение возможно менять, какие-то там, не знаю, катки, которые можно переносить, если, например, от администрации требуется у них там сохранить какое-то большое пространство для каких-то мероприятий, например. Вот, также опыт многих стран и городов, ну, если взять, например, Москву, то на Триумфальной площади были установлены большущие качели. О, да, все мечтают о больших качелях. Да, и просто нас воспринимают, качели что-то такое там детское, детская площадка, взрослые люди ничем не отличаются, им также нужно какое-то вот взаимодействие с городом, и это невероятно оживляет площадь. Эти качели в Москве никогда не бывают пустыми, даже если ночью придешь, там очень много людей. То есть вот такое вот оживление площади и, возможно, какие-то вот именно зоны, которые, возможно, можно отдать каким-то разным организациям, да, то есть где-то кафе, где-то какие-то мероприятия, опять же, возможно, мобильные какие-то вот музейные, какая-то небольшая выставочная площадка, тем более... Зона для инсталляций. Да, можно поставить, кстати, небольшую летнюю ракушку, форма, испытанная временем, форма, испытанная Советским Союзом. Вот во всех городах Российской империи играл оркестр постоянно там по... В Гагаринском парке у нас, кстати, такая имеется. А, да, вот что-то вроде такого. Чтобы люди могли послушать музыку, поесть, пир духа и пир тела. Например, в Вятке, как я понимаю, очень редко проходят именно уличные выставки. Поэтому пространство для временных выставок можно предусмотреть. И как раз мне кажется то, что, опять же, эта площадь, она больше, как Павел сказал, открыточная, и она больше рассчитана на каких-то туристов, потому что, ну, местные жители вряд ли будут туда каждый выходной приходить, фотографировать эту площадь. Нужно как раз пориентировать всё это на местных жителей и делать это для местных. Тогда и приезжим, там будет комфортно. Так что не фонтан и не только лавочки с фонарями. Ведь современный горожанин выбирается в центр только если экспозиция площади, её внешний вид, её ландшафт будет сменным. Если ему соседка сообщит, ой, а там такую классную арку поставили. Ну, я условно говорю, это может быть не арка. Или там такой павильон интересный, там, будка гласности, как в СССР конца 80-х. Можно зайти и сказать всё, что тебя волнует, высказаться в пустоту. Люди пойдут на этот художественный эксперимент. То есть там, ну, как минимум 5-6 раз в году должно что-то меняться. И это должен быть не только фестиваль огурцов разных районов Кировской области. И не только вот ярмарочные штуки. Ну, кстати говоря, как вы оцениваете опыт наших соседей, ближайших Татарстана? Там проектная группа 8 вместе с Натальей Фишмой, Надей Снегирёвой. Работают над общественным пространством, в том числе и парками, и скверами, и остановками, и всем подряд. И целые проспекты делают вот такими живыми. Я не помню, вот сейчас некогда в интернете искать белые цветы или белые тюльпианы, или ещё как-то называется. Сейчас большое такое пространство. Только жёлтые тюльпианы. Да-да-да, я знаю твою любовь к жёлтым тюльпанам. Но мы видим, что эти пространства, они живы были не только осенью, когда открылось это новое место, но и зимой тоже. И дальше, и дальше, и дальше. И там действительно столько мест. Вот надо просто вспомнить детство. А что нам нравилось в нашей квартире или в нашем дворе? Множество разных местечек, где можно спрятаться, посидеть с друзьями, тут поиграть в прятки, там устроить концерт для бабушек и прочее. А сейчас мы видим, снова прошло голосование по как раз комфортной городской среде. И мы видим парки, которые представляются для реконструкции как бы. И что мы видим в этих же парках? Что будут делать? Лавочки, фонари, входные группы. И что? Ну, я увижу эту входную группу, два входа, как будто нет других тропинок, чтобы войти в этот парк. Я увижу лавочки, которые так в прошлом году неплохо привели в порядок. А дальше я куда пойду? Парки у нас не гигантские какие-то такие, как Гайдпарки или Центропарки в Америке или ещё что-то. А просто это скверы по факту, то, что у нас существует в городе, в которых абсолютно нечем заняться. Вот об этом как-то современные существующие мупы, например, архитектуры или другие архитектурные агентства, которые есть в Кирове, они не очень думают. И вот недавно ко мне обратилась организатор практик, таких вот профориентационных практик, одной из наших гимназий, там девочка, девятиклассница. Она хочет заниматься как раз пространственным проектированием, общественными пространствами. И мне спросили, Свет, вот куда можно, кому её можно прикрепить, чтобы она поняла, она хочет этим заниматься или нет. Это я сказала, в Кирове никуда и никому, чтобы только не испортилось её ощущение по поводу того, как мы проектируем всё. Но вот, кстати говоря, я обязательно сегодня позвоню и скажу, что надо прийти, во-первых, на лекцию вашу 9-го числа в 6 часов вечера. Ну, это сам Бог или... Да, во-вторых, отправил в одну из строительных компаний, которая у нас такая продвинутая очень, и они свои микрорайоны вот как раз зонируют, они проводят социсследования, они понимают, кто там заселяется и для кого что должно существовать. В этой сфере у нас как-то движется что-то, а вот что касается преобразования существующих городских пространств, больших, таких, как театральная площадь, то, к сожалению, мы имеем вот этот результат. Очень много денег вложить в брусчатку, чтобы, наконец-то, она более-менее, кажется, ровной стала, эта площадь. И что дальше? Ну, это, кстати, очень напоминает мне историю с набережной в Нижнем Новгороде, на которой я побывала прошлым летом. Я вышла на эту набережную, светило очень жаркое, яркое такое солнце, и негде было спрятаться. Ни одного деревца, ни кафе, куда зайти можно было спрятаться. А потом, пока я шла по этой набережной, разразилась безумная гроза, и опять негде было спрятаться уже от дождя. Вот тоже такая история, и набережная, я думаю, очень много денег стоила. Правда, они собираются в этом году её доделывать, но я увидела просто вот такие закатанные слои денег вот в этот асфальт, и вот эти ступеньки бетонные там какие-то. И, ну ладно, окей, есть река, можно сесть на лавку и посмотреть на реку. Ну, это всё, да. Но вот в этом и проблема, то, что вы как турист туда приехали, да, а туда должны ходить именно местные жители, то есть всё должно делаться для местных жителей. Прервёмся на полминуты и продолжим разговор с нашими гостями Павлом Гнилорыбовым и Алексеем Солнышковым. Максим Ситников, Светлана Занько здесь в студии в качестве ведущих программы «Урбан» и Павел Гнилорыбов, Алексей Солнышков, участники и создатели проекта «Архитектурные излишества». Мы продолжаем двигаться по городу Кирову, и есть очень интересный вопрос, уже упомянутый здесь в Витверке, книга, которая должна была быть написана. Да, Павел, вот два года назад вы говорили о том, что хотите написать эту книгу, я так понимаю, в соавторстве с кировским историком Антоном Касановым. Были такие планы, да, насколько я помню? Эти планы сохраняются, просто ком работы, который на каждом из нас, он вырос, мне кажется, в несколько раз, в случае с Антоном и, может быть, несколько десятков раз в других случаях. Но книга будет непременно, потому что Витберг – это фигура, которая всегда будет Киров определять, и это был мыслящий человек, это был мечтающий человек, это был вот тот самый, ну, говоря современным языком, программист территории, человек, который мог бы программировать пространство на не пустоту, а на содержание, на привлечение людей, только своего времени. Вот, и то, что большинство его проектов либо не воплощены, либо разрушены, это, конечно, печально. Но бродя по этим улочкам, не только где вот его дом находится, хотя в такой уже восстановленный, там, где его бюст стоит, нет, я над всей вяткой чую вот эти флюиды, которые летают. И, тем не менее, распланы сохраняются. А в графике, в твоём, где стоит написание этой книги? Сколько лет ты себе даёшь для этого? Ну, каждый напишет свою часть, но это явно будет начало 2020-х. Но давайте мы не будем клясться на Библии и Конституции, но мы точно это сделаем, потому что мы очень любим и ценим этого человека. Но такие книжки не пишутся за год или два, потому что там одна архивная работа очень много займёт. Вот, есть иногда какой-то заказ, который тебе нужно вот просто выполнить, чтобы там заплатить за съёмную квартиру. Это явно не та работа. Не из того разряда. Я просто хочу обратить, сейчас вернёмся, прости, пожалуйста, Максим, сейчас вернёмся к этому вопросу. Я просто хочу обратить внимание наших слушателей на то, что у Павла довольно обширная библиография для довольно юного возраста. Хотя я знаю, что ты возмущаешься, когда тебя называют совсем уж юным, но для того, чтобы вы понимали, что человек, который глубоко в своей теме выдаёт очень эффективные материалы, то вы можете зайти хотя бы в Википедию и посмотреть, сколько книг уже достойно очень издательства, например, такие, как «Эксмо», опубликовали за авторством Павла. У нас есть телефонный звонок, примем его. Алло, добрый день. Алло. Да, здравствуйте, представьтесь, пожалуйста, и высказывайтесь. Я что-то плохо слышу. А мы вас очень хорошо слышим. Вы извините, это Александр, пенсионер. Да, пожалуйста, Александр. Вот я хочу сказать, не знаю, может быть, вы меня судите, может быть, это получится не по теме. Вот вы сейчас говорите о площади, о брусчатке, вообще о том, какой будет Киров, приехали молодые люди, идут лекции и так далее, и так далее, и так далее. И что много денег уйдёт. Да, вот это всё. Но вот вы извините, мы, пенсионеры, иногда вот так встречаемся, слушаем эхо Москвы. Мы очень любим кировское эхо Москвы. Но вы понимаете, много-много уже месяцев, да вообще я не знаю, сколько уже, мы не слышим, ну как бы, а почему никогда не говорят о фасадах зданиях города Кирова? Точно, верно. Никогда. Вы понимаете, зачем нам брусчатка, зачем нам вообще, если город Киров отремонтировать, это ведь конфетка будет город. Вы никогда не говорите о мостах в чистые пруды. Вообще эта тема закрылась. Закрылась тема об автобусах, о троллейбусах. Вы понимаете, вот мы, старики, вот сидим, слушаем и никак не можем дождаться односущных проблем города Кирова. Спасибо, Александр. Я думаю, что вот почему. Эта тема была очень горячей. При прошлом руководстве, при Никите Белых, который целый проект создал фасады города Кирова, их было несколько десятков запланировано к реставрации, и уже даже начали что-то с этими фасадами делать. Но просто когда начали делать что-то с фасадами, еще больше критики возникло, потому что их стали красить в малиновые, поросячьи, розовые цвета, кислотные, желтые. Ну что было, какую краску массовую удалось закупить, вот ею и красили. Этой реставрацией трудно было назвать, и тем не менее остается в Кирове очень много зданий, в том числе и сталинской, и постсталинской эпохи, которые эта реставрация, конечно, требует. Леш, можешь что-нибудь сказать по этому поводу? Ну, на самом деле вопрос с Кировым такой, что на самом деле дореволюционная застройка, если мы говорим про дореволюционную застройку, она в очень плохом состоянии, и в этом плане город очень плохо чувствуется. То есть, несмотря на то, что мы говорим о популяризации этого времени, и с туристической точки зрения, но действительно нет никакой гармонии, никакой системы. То есть более поздняя застройка, советская, уже выглядит значительно лучше, просто потому что она позже строилась. То есть вопрос фасадов действительно стоит, и это, естественно, означает дореволюционных зданий, потому что это просто лицо города сделает, потому что сейчас, ну вот, на мой взгляд, человека, который здесь бывает не так часто, его этого лица нет. То есть нет никакой гармонии, разрозненности, и как раз это всё едино. И площадь, и фасады нельзя делать только фасады, и не делать площадь. Мне кажется, это просто звенья одной цепи, потому что всё развалится, если что-то мы не издеваем из этого. А кто должен заниматься фасадами? То есть чьи это деньги? Это должен быть частный бизнес или это, скажем, бюджетные деньги? Мне кажется, ну, естественный ответ – это и то, и другое. То есть государство должно стимулировать частный бизнес, должно подавать какой-то пример совместно, опять же, с бизнесом, и осуществлять контроль. Это, конечно, такая вот идеальная ситуация, потому что бизнес тоже необходимо следить за качеством работ, потому что это действительно очень важно. Часто бывают здания древолюционные, но настолько плохо отреставрированы, что оно, опять же, совершенно теряет свой облик, своё достоверное, подлинное лицо. Насчёт цветов. Никита Юрьевич, к чему-к чему? Вот к истории относился довольно трепетно, как мы знаем. Я не знаю конкретно кировских вот именно примеров, в эту проблему не погружался, но яркие цвета, голубой, малиновый, возможно, даже поросячий, жёлтый, были очень популярны в XIX веке для окраски фасадов. У каждого здания в идеале должен быть колористический паспорт. А так мы просто расчищаем и смотрим, какой цвет был первым. Там такая история пошла, училась просто. Мы разговаривали с архитектурой Кирова, у нас есть колористический паспорт города. И цвета вот эти, в принципе, эти оттенки, они туда заложены. Но их нужно ведь смешивать, краски-то нужно смешивать. А в нашем случае получилось так, что привезли, вот как нарисовали дымку на домах вот этими красками. Этими же потом сплошняком покрасили просто фасады исторических зданий. И вот в этом проблема. Мы, конечно, помним рейкьявик тоже прекрасный, который ярко раскрашивается. Да, Господи, кальмар, он тоже себе не серый совсем. Там тоже яркие цвета, но цвета сложные. Но всё-таки Киров не такой депрессняковый, в смысле расположение в пространстве, как рейкьявик. У нас на Чукотке тоже красят дома в яркие цвета. И в Норильске красят дома в такие очень контрастные цвета. Ну и ещё один вопрос, собственно, который за этим следует. Почему фасад? Ну, извините, люди не только смотрят на фасады. Если я зайду за угол, там дохлые кошки лежат, и бурьян непонятный, и вообще двор как структура отсутствует. А в большинстве случаев в Кирове, если заглянуть в арку, это будет такая мешанина страшная, что двором это, извините, назвать нельзя. То тут вопрос фасада отпадает. Нужно приводить в порядок либо всё здание целиком. И если собственник, который арендует его у города, или если собственник, частник решил вложиться в историю, собственно, да, ему нужны какие-то налоговые льготы, плюшки, почётное звание, медальки. Иногда это стоит три копейки, а людям действительно приятно, и они это лишний раз подчеркнут. Вот, знаешь, мы печёмся об облике и даже имаем три благодарности от городоначальника. Да, кстати, про фасад. Надо будет привести пример после перерыва работы фонда, который вы создали вместе с Ильёй Варламовым. Я, кстати говоря, если бы не увидела тебя на страничке в Фейсбуке вот эту вот штуку, что мы создали фонд, я бы, наверное, вообще не отреагировала. И таким образом мы бы не вошли в контакт с ребятами, которые реставрировали дом рядом с нашим офисом. Дом Клобуковых. Дом Клобуковых. Вот поподробнее, буквально, ну как поподробнее, в двух минутах мы расскажем, как ещё можно реставрировать фасады после перерыва. Урбан. Программа о городских проектах. Продолжаем разговор. Здесь в студии Максим Ситников, Светлана Занько, Павел Гнилорыбов, Алексей Солнышков. Это проект «Архитектурные излишества», а наш проект называется «Урбан-211-101». Я перепутала фамилии, что ли, нет? Пожали друг другу руки. Нет, всё хорошо. Вы же поздоровались, мы тоже поздоровались. Да, 211-101, номер телефона прямого эфира. Участвуйте, пожалуйста, в нашем эфире. Я уже поняла, что аудитория готова прийти 9-го числа в студию «Пятый этаж» и не только слушать лекции, но ещё со своими проектами и предложениями тоже поучаствовать. А мы напомним, что этим летом, в конце лета, осенью, реставрировали фасады дома купца Клобуковых. 1861 год постройки, между прочим, с 12 по 18 год прошлого века, там находился Вятский художественный музей. Реставрировали его, начали реставрировать, не люблю это слово, но в последнее время прям въелось в рамках проекта. В общем, проект Tom Sawyer Fest дал начало этой реставрации, а потом так удачно сложилось, что вы с Ильёй Варламовым организовали фонд «Внимание». Это тоже такая краудсорсинговая платформа для реставрации старинных зданий. И ребята были очень скромные, наши кировские, они заявили небольшую совсем сумму, но собрали деньги за неделю буквально. Мы тоже в этом участвовали, мы сделали тоже анонсов, кучу-кучу-кучу. Но вот когда не верится, что можно что-то сделать, а они там целых, по-моему, два года колупались, они приглашали жителей просто поучаствовать для того, чтобы там очистить что-то там, а потом реставрировать, а потом бац, за неделю собрали деньги, это казалось легче. И сделали этот прекрасный проект. И это сейчас выглядит снаружи хорошо. Это называется, с одной стороны, ленивый активизм, когда ты не хочешь вставать с дивана, но в то же время имеешь какую-то копеечку, там 200-300 рублей в месяц постоянных пожертвований, чтобы они пошли на благое дело. А с другой стороны, мы начинаем себя осознавать гражданами России, ответственными за свою страну, не за государство. Государства приходят и уходят, особенно в России 20-го и 21-го столетия. А наше пространство, наша территория останется. Поэтому я предрекаю, уже это вот, собственно, уже началось, огромный бум волонтёрских реставрационных проектов. Мы сами в стороне не стоим, и этим летом, например, будем делать реставрационную практику в Выборге. Во Франции, я напомню, примерно каждый второй гражданин страны съездил либо на реставрационную практику, либо на археологическую практику. У французов это не в крови, но на руках. Осталось вот это ощущение. И вот мы повезём тех людей, которые не закончили эстфак в своё время, либо хотели пойти на эстфак, но экономическая сфера заманила, которые вот бредят этой романтикой, они будут за свой счёт, то есть мы не оплачиваем им ни жильё, мы не оплачиваем им ни проживание, но они будут помогать музею расчищать старое кладбище, расчищать батареи времён Первой мировой войны. И мы увидели вот, например, Боровска, ряда московских усадеб, готовность жителей больших городов реально бесплатно, без советского слова «субботник», без партийных флагов, просто прийти вот в определённое время и место. Да, мы называем это гламурным активизмом. Всем хочется потом сделать селфи и написать. Вот я лично принял участие мастерком, граблями, мотыгой, чем угодно, в спасении родного города. Мы зовём Русь к топору. Но не к топору разрушения и войны, а к топору созидания. Так что эти проекты будут только расти, множиться и, дай им Бог, многое лето. Как подтверждение твоих слов, я должна сказать, что буквально в подтверждении твоих слов, пока мы здесь беседуем, одна из моих знакомых написала мне, что сейчас работает редактором краудплатформы «100 городских лидеров». Это довольно известная история такая. И она пишет, что ищет живые краудсорсинговые проекты в регионах, чтобы рассказать о них на сайте. Именно гражданские инициативы по урбанистике. Ей кажется, что у нас на Вятке есть. Но это, кстати говоря, очень хорошо сработал наш первый урбанистический форум, который прошёл осенью. Немногие города им могут похвастаться. Вот такие проекты могут быть размещены на этой платформе для того, чтобы собирать все деньги на их реализацию, помочь собрать деньги. Одновременно, надо сказать, прямо буквально 14 числа, вот сейчас уже завершён сбор проектов по реконструкции одного из участков реки Люльченко. А у нас в городе очень много внутренних маленьких речек, которые сейчас сточные канавы, промзоны и прочее. И у нас проект уже четвёртый год идёт, направленный на пропаганду того, чтобы реки должны были расчищены, превращены в парки такие большие. И вот как раз урбанистический форум, после того, как с нами два дня ребята позанимались, на местах та же команда, проектная группа 8 из Казани, ребята из Чуваши. Там люди вышли просто на берег Люльчинки, куча народу, потом ещё к зиме уже практически провели субботник, потом объявили конкурс проектов. Пришло 14 проектов со всей страны, от Дальнего Востока до Калининграда. И уже в этом году, на следующей неделе, будут отобраны лучшие проекты, на всеобщее обсуждение вынесено. То есть движение-то вот такое идёт. Может быть, мы его туда, на эту платформу, тоже разместим. Но вот оно идёт такое движение снизу. Это хорошо? Это очень всё, что в России идёт снизу, а не сверху. Это всегда хорошо. Даже если это наивно нарисовано семиклассниками, можно всегда пригласить профессионального архитектора, который доведёт это до ума, ну или хотя бы до стадии подачи проекта или гранта, или заявки куда-нибудь. Что касается малых рек, то тут мы их действительно переосмысляем. В 20 веке было просто. Есть речка, есть неудобный ручей, надо его загнать в коллектор. Надо его загнать в трубу, а если это болото, то засыпать. И закрыть от подхода людей. Да, вообще. И сейчас мы видим не только в Москве, в Петербурге, а в куче других городов вот маленькие всякие такие проекты, которые направлены на расчистку и на возвращение в городское пространство ряда таких вот объектов. Например, в Перми есть замечательная программа «Долины малых рек», где как раз расчищают речку Ягошиху и мой любимый Стикс, единственную в России реку, названную в честь греческой реки мёртвых. Но есть вот Стикс, его надо сделать достопримечательностью. Я приехал, там, извините, фекалий навалено и какого-то строительного мусора. Стикс, в моём понимании, выглядит не так совершенно. А вот, например, в маленьком Тамбове есть тоже довольно известный ручей «Студенец», и он стал, наоборот, такой формой протеста. То есть вот у них вообще в городе нет гражданской движухи, от слова «совсем». И они каждый год просто выходят на этот субботник в защиту студенца. Пришёл, они провели перепись, в этом году студенец очистили, и следующей весной собираются опять. Так что малые реки, да, действительно нужно возвращать, и жителям нравится быть соучастными. Жителям нравится не то, что вот мы вещаем из студии, нет, как раз это может нравиться, или вещают с высоких трибун, им нравится, когда ребят, господа, товарищи, пойдёмте. Вот, есть такие варианты работы, есть такие варианты работы. Люди выбирают сами, и всё. Самоорганизация прекрасно работает. У нас остаётся две минуты до завершения программы. У тебя есть вопросы? Да, у меня есть вопросы. Я специально уже молчу. Макс, давай. Я бы хотел задать вопрос по поводу сейчас, какие тренды связаны с туризмом, с тематическим туризмом в городе. А, слушайте, ну вот эта история тоже очень классная, ведь поставлена государственная задача увеличить, значит, отвал ВВП от туризма до каких-то безумных процентов. Я чуть не помню, 20 или 30 даже процентов называется. Мы, конечно, эту историю разбирали, понимая, что даже в Италии всего 8% ВВП от туризма. Где Италия и где там условный город Киров, да и вообще Россия-матушка. Ну, северная Италия. Ну, вот в целом такие цифры на самом деле. Так что и у вас должно быть 8%. Хотя бы 8%. Надеемся. Поставить задачу 8%. И всё-таки вот за все эти годы, а уже ведь больше десятилетия пытаются развивать какой-то внутренний туризм, нарисовались ли действительно какие-то тренды? Что-то стало востребованным? Мы сейчас Байкал, Алтай, вот это вот всё безусловно и отметаем. Ну, если смотреть из Москвы, во-первых, практически во всех крупных городах появились пешеходные прогулки, вроде проекта «Пешком по Вятке». Они действительно пользуются спросом. Очень сильно выросли города, которые находятся на периферии Золотого кольца. не само Золотое кольцо, а вот куда люди рядышком заезжали. При этом спросом пользуется туризм гастрономический, когда город придумывает с нуля, допустим, крапивно, пирожки с крапивой. Да ведь это классно попробовать. Есть отдельное направление. Есть такая компания «Заповедные железные дороги». В России тысячи фанатов старого транспорта. У нас есть такое в Кирло-Чепецке здесь, по-моему, вы ездили. Да, бывшие разработки торфа, которые никому не нужны. Люди готовы платить бешеные деньги, чтобы на этой старой дрезине просто прокатиться и подержаться за настоящее. Мы об этом тоже девятого поговорим. Я называю это концепцией обратного туризма. То есть жители хотят не видеть город-плёс вылизанный и не хотят видеть, ну, условно говоря, какую-то набережную, которую построили. Им хочется подлинности и идентичности, да, колорита. И для этого необязательно асфальт прокладывать. В этом смысле разбитый асфальт может даже немножко добавить прелести. Вот, например, завершая нашу передачу, когда в Якутии начинали программу по развитию туризма, собрали экспертов. Что у вас есть в Якутии? Ничего. Так давайте продавать ничего. Давайте продавать первозданную пустоту, возможность человеку побыть в уединении, возможность человеку увидеть природу в её изначальном виде. И Якутия сейчас очень хорошо растёт. Ну, не до итальянских, конечно, пределов. Но всё-таки на нашей большой планете, на которой уже 7 миллиардов людей, не так много мест размером с 5 Франций, где можно побыть в полном снежном одиночестве. 10 секунд отъем новостей. Лёш, в Киров ты зачем приехал? Ну, зачем в Киров нужно приехать туристу? Вот сейчас с этой точки, к которой ты смотришь. Мне кажется, не только Киров. То есть Киров надо рассматривать как Кировскую область. Одной фразой мне скажут. Хорошо, в регион наш, на вятку. История действительно удивительная, потому что город постоянно находился на рубеже и в революцию, например, в Великую Отечественную войну, когда здесь большое количество предприятий переходило. То есть действительно здесь на острие, мне кажется, история, и этим надо пользоваться, это надо развивать. Паша? Мне уже, наверное, остался только Великорецкий. Великорецкий и Крестный ход? Да. Спасибо. Программа «Урбан» завершена. Мы со всеми прощаемся. Урбан. Программа о городских проектах. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова